Очередь такая. Не ожидали что ли перед Новым годом? Нет. В разгар рабочего дня в этом отделении на Баумана яблоку негде упасть, а горожане все идут и идут. Одни за неделю до Нового года торопятся поздравить родственников и друзей, отправить подарки и сувениры, другие наоборот, простаивают в очередях, чтобы получить заветную посылку. Многих такое столпотворение просто приводит в ужас. У нас ребенок маленький дома, я не знаю, что как. Ну, мам, позвоните. Может, по вечерам? Ты думаешь, вечером будет по-другому? Ну, я забегаю сюда частенько, и мне кажется, что сегодня много. Все же заказывают подарки, кому-то отправляют новогодние открытки. Сами сегодня получить, забрать? Я забрать подарки. Заказывала в интернете. И такой предновогодний ажиотаж сейчас во многих почтовых отделениях. Посылками заставлено буквально все. Полки, кажется, ломятся от коробок и пакетов. Сотрудники пока справляются, но видно, что с трудом. Красноярский магистральный сортировочный центр продолжает обрабатывать почту в круглосуточном режиме, сортируя за сутки более 100 тысяч почтовых отправлений. В первую очередь растет объем входящих международных отправлений. Мы укомплектовали штат сортировщиков. Для необходимости мы создадим мобильный блок сотрудников. Под завязку в конце декабря забиты и популярные в городе пункты выдачи. В этом небольшом помещении для прохода оставили лишь узенькую дорожку. Коробки на полу, на входе – везде. Из-за большого количества товаров некоторые отделения вынуждены даже приостановить приемку новых заказов. У нас было раньше больше примерочных, сейчас стало две вместо пяти. Чтобы больше было места подхранения, там за примерочными освободилось пространство. Теперь есть куда все складывать. Раньше здесь все здесь прям стояло. Ажиотаж закончится лишь после встречи старого нового года, уверены сотрудники почтовых отделений и пунктов выдачи. Только во второй половине января все вернется к работе в обычном режиме. Екатерина Любим и Павел Пателицин. Енисей. Новости.